здесь не оповещается про видео всем привет марк еще раз привет доброе утро и у тебя уже обед и я представлю тем кто будет смотреть в записи кто сейчас марк марк и кунов ученик детства марк сейчас учится в китае марк расскажи подробнее сам где ты сейчас живешь и учишься вот чтобы знали живу в китае в городе тяньцзинь поступил от программы ccm на языковой год то есть я целый год буду учить китайский язык профессионально то есть по своей специальности бизнес на который я поступил на следующий год я буду университет под гранты по итогам финальных экзаменов да вот про учебу вот эту часть мы сейчас чуть-чуть сместим там подробнее поговорим про предметы про то сейчас вот про быт расскажи свой вот про общежитие как устроено общежитие насколько там в общежитие в котором живу я я живу у меня есть румейт по комнате то есть я живу с парнем парень живет с иркутска мы живем вдвоем общежитие очень хорошее то есть все чистенько ничь никакой плесени не тараканов как это было говорили чтобы это возможно будет у нас все хорошо у нас цел у нас довольно новое общежитие потому что его недавно реконструировали лет пять назад примерно поэтому оно в нашем кампусе ну самое новое тут иностранные студенты учатся например там пакистан тут египет кто со мной учится африка там ну вот все иностранцы живут именно в этом общежитие есть общежитие похожие только где живут ну то есть один человек без без кого-то то есть то же самое только живешь один тоже общежитие очень хорошие не настолько новое но вообще суперские общежитие откуда еще ребята вот как раз проговорил откуда откуда еще есть ребята у меня в группе именно у меня все русские группа полностью русских студентов других группах там уже есть иностранцы например монголия египет африка и то есть вся африка там куча куча стран которые ходят там в африканскую сторону вокруг пакистан есть в общем в общем много азиатов в основном азиаты тут пакистанцы тоже таджикистан армяны есть армяне есть у вас есть какие-то взаимодействия какие-то совместные мероприятия вот со всеми другими группами было мероприятия в котором мы участвовали это шоу костюмов то есть национальных костюмов выступали люди всех всех здесь учатся всех разных национальностей выступали в костюмах ну так как в российских костюмах тут сильно не было выступали девочки в русских костюмах а я со своей были это была репетиция вот нас фотографировала наша учительница вот это было ну так одно из самых таких мероприятий которые вот за прошедшие два месяца прошли у нас на самом деле здесь очень много мероприятий проходят вообще за пределами вуза тоже от нашего университета ездят студенты но либо же до нас это просто не доходит либо же предлагают другим группам это все например на прошлой неделе был был праздник фруктов они тоже что-то делали да фрукты получали там мы ничего не делали нам просто фрукты выдали там по 4 фрукта на каждого у нас из группы два человека участвовало поэтому на каждого человека из группы там почти фрукты выделяли участие лимитировано конечно наверное невозможно всем принять участие мероприятие проводить потому что реклама выставляющие здесь все это все проводится поэтому это для вуза отлично а ты где-то в соцсетях ведешь отражаешь свою жизнь и мероприятия на самом деле нет потому что в китае участие время очень мало я именно в китае понял что 24 часа в сутки это очень мало потому что ты научишься с 8 утра до вечера грубо говоря у меня три дня в неделю там может быть три пары два дня в неделю у меня может быть там 4 5 пар то есть если 5 пар то у меня учеба с 8 заканчивается она в 6 ты идешь ужинаешь и идешь домой делать домашние задания и учишь соответственно иероглифы там все это на следующий урок на последующие то есть это очень большая нагрузка здесь у нас как интенсив поэтому очень много но понятно что язык очень сложный и за такой период выучить его нужно много усилий а скажи про вопрос сразу возник иероглифы выучить а есть какие-то интересные техники как выучить иероглифы интересные техники таких особых нет то есть сам тебе делать какие-то ассоциации ассоциации видишь иероглиф и как-то его по-своему переделываешь себя в голове и понимаешь как как его написать как он переводится вот так вот и запоминает в некоторых периодах фронтических это просто запоминаются вернемся чуть-чуть к быту общежития далеко находится от кампуса где учитесь от здания у нас то есть у нас кампус сам территория ну два с половиной километра примерно на два километра очень большое на территории это находится все да да у нас у нас общежития все здания все то есть все здания учебные где проходят экзамены жить и все в кампусе находится у меня так что я живу на четвертом этаже я спустя первый этаж прохожу в другой отсек и поднимаюсь на второй этаж там я учусь удобно вся учеба языкового года сейчас они учатся в моем общежитии то есть где общежития там и учимся там из кабинета поэтому вы в моем общежитии учимся мы живем там учимся то есть мы издание не выходим как устроено питание питание в основном питаемся в столовых на студенческую карточку ты на студенческую карточку закидываешь деньги там через alipay через wechat pay которые китайцы используются приложениями чтобы оплачивать закидываешь себе на студенческую карту деньги просто как карточкой например сбербанк в россии прикладываешь ее к терминалу также и в столовых показал что тебе наложили ты просто ушел там сидишь кушаешь все нет никаких проблем есть по вашим карточкам есть скидки а нет скидок нет но столовых очень дешево ну хорошо сколько примерно обходится обед в среднем обед но в среднем интересно родителям я думаю знать ну просто в зависимости тоже например девочки всегда меньше мальчики но понятно вот парню сколько мы же знаем что нужен суп котлетка да и компот вот сколько грубо говоря обойдется если возьмешь рис мясо например лапшичный суп ну выйдет тебя юань 10-15 это на русские рубли ну 150 200 рублей поэтому то есть ты очень наешься этим но это я думаю что это по сравнению с россии это довольно дешево даже даже да даже с россии даже наверное со студенческими столовыми у нас в россии это совершенно копейки да то есть даже одно блюдо за эти деньги одно можно купить возможно да хорошо здорово а чем вы пользуетесь библиотека книги какие-то вам выдали или это все онлайн сейчас онлайн что ну не онлайн а электронные ресурсы изначально когда мы только первый день занятий нам выдали учебники на по каждому предмету чтение у нас начнется во втором семестре то есть мы этими книгами еще не пользуемся основном у нас сейчас идет компрехенсив предмет где мы учим ну то есть который обобщает все мы там учим и грамматику и иероглиф ну и и в общем иероглиф получим грамматику произношение это такой предмет это у нас нужно прошли вот за два с половиной месяца уже прошли две книги этого предмета а книга там на странице 200 то есть интенсив очень большой поэтому аудирование не сидим слушаем отвечаем также на вопросы примерно как книги или у гэк если не студент ну ученики готовились то есть тебя и звучит аудирование ты просто печать вариант ответов пишешь а ты чаш на вопрос либо вариант ответов выбираешь если что мы там тоже именно составляем предложение отрабатываем грамматику которые прошли на уладение очень компрехенсив вот это где мы проходили все это отрабатываем иероглифы грамматику составляем предложение все это нам объясняют это ну более глубже похоже чем-то на английский язык или нет или совершенно другой язык сложно насколько сложно с чем сравнить можно ни с чем на самом деле если составлять предложение английские и составлять предложение китайский здесь смысл совсем другой тут нужно это понять но пока это очень тяжело дается понимание составление предложений хотя даже самая базовая грамматика очень тяжелая сейчас сейчас очень тяжелая кто преподаватель у вас у нас в языке преподавались изначально преподавали на английском некоторые учителя до сих пор могут на английском преподавать если мы не понимаем когда мы понимаем на все объяснять на китайском один учитель например наша грубо говоря классно руководитель нас она у нас вот компрехенсив чинис ведет она на английском ну плоховато разговаривает поэтому она в основном все на китайском и ее предмет не до конца не можно понять нам на других предметов до объясняют это тяжело от нас не дается пока что но все-таки еще два месяца внутри получает сентябрь октябрь у вас 1 сентября началось получается всего-то два месяца эти месяц только начался так сказать но именно сейчас мы нашли третий учебник вот этого общего китайского там уже намного будет намного больше потому что первых учебников которые мы прошли в октябре в сентябре и в ноябре вот закончили мы прошли мы проходили в среднем за урок мы должны были выучивать по 15-25-30 примерный ролик за урок ну да то есть мы не на уроке учили конечно же а дома мы должны были просто учить и готовиться к следующему уроку потому что у нас диктанты проходят ну и ты не придешь без знания вот этих слов если ты придешь и на уроке будешь там составлять предложение ты абсолютно не понимаешь смысл текста даже перевода и как ты никак не сможешь составить предложение с третьего учебника который мы начали сейчас сейчас в среднем там будет от 30 до 45 иероглифов это в каждом уроке то есть мы будем например у меня сейчас третий урок я должен выучить 38 иероглифов это иероглифы не идут не именно по один иероглиф у нас могут быть фразы и например слово которое например обозначается тремя иероглифами ну в общем чем дальше тем тяжелее будет поэтому то что вот эти два месяца мы делали это была еще ну такая лопа прям дальше начнется прям намного тяжелее у нас потом у меня прям вопрос стоит тут что сложного вот из всего пока самое сложное что за этот период ну мне тяжело отдается ну грамматику наверное грамматику именно нужно я просто приехал сюда из России из школы где я учился и грубо говоря я в школе ничего не делал по сравнению с Китаем ну ничего не учил там не нужно было каких-то сильных усилий пригласить чтобы что-то сделать а здесь ты понимаешь что тут ничего не списать не на экзаменах ты все делаешь для себя для своего будущего образования чтобы тебе учиться поэтому здесь приходится прям действительно очень много учить много понимать на уроках это все тяжело дается и нагрузка очень тяжелая большая ну с иероглифами как бы запоминание дается более-менее чтобы например там иероглифов 20 выучить тебе нужно прописать их довольно много раз чтобы запомнить там часика два потратить на это чтобы запомнить 20 иероглифов только тебе нужно и знать иероглифы как пишется порядок иероглифов нас сильно пока не требуют но именно порядок иероглифов тоже желательно знать ну не порядок иероглифов порядок черт потому что иероглиф состоит из черт и порядок он тоже должен идти соответствовать ты не можешь там наверно снизу начать ты должен с другой стороны начать и с одной черты начать тебе нужно запомнить как иероглиф пишется ну то есть как английские буквы то есть как произносится должен ее знать чтобы как говорить плюс это еще тона как они дают теперь нет тоже интонация как он интонация ты запоминаешь да как она произносится это ну то есть на практике все запоминаешь и с тонами и с произношением еще все хорошо чего дается аудирование и вот иероглиф но я думаю что все еще выстроиться потому что еще только начало и мы знаем что всегда начало всегда но сложнее что касается говоришь там про школу нашу русскую да и так далее там мы идем постепенно да то есть мы начинаем с детского сада чего-то изучать начальной школы все идет потихоньку кроме того это родной язык на котором ты если где-то материал подзапустил ты почитал и воссоздал с языком так не работает с иностранным тем более да с иностранным языком мы знаем что если не изучать какой-то период то большой большой откат а здесь совершенно другой язык и действительно ты понимаешь тому что он тебе нужен для учебы для выживания просто там то есть это средство существования будет там получается ну я могу дать совету например студентам если которые будут поступать в китай я вот например жалею о том что я не знал что будет настолько тяжело и если вы хотите приехать в китай то лучше начните учить китайский намного заранее и приехать сюда очень со знаниями и у меня много есть друзей которые уже приехали сюда со знаниями которые учатся в продвинутых группах ну то есть мы перед учебой проходили тесты ну кто знает китайский проходили тесты их распределяли тоже на группы продвинутые группы которые начали уже с довольно больших учебников ну более тяжелая нагрузка у них была изначально они продолжают то есть от своего уровня они продолжают поэтому лучше начните изучать китайский в россии а про английский хотела про английский спросить английский он пригодился он нужен тебе там ты им пользуешься вообще да во первых это перевод слов которые в учебнике пишутся ну ты должен понимать на английском да ну да ну ты можешь и как бы из телефона перевести переводчики но если есть знание английского то это быстрее ты понимаешь как это переводится и тебе проще во-вторых если ты не знаешь китайский ты можешь кому-то если с кем-то общаешься на английском часто доводилось да что ты на английском просто общаешься там с иностранцами если на китайском не можете разговаривать ну пока что еще поэтому на английском вы просто стоите разговариваете на бланкайте хорошо а что самого классного за этот период того что там бух это классно ну когда ты приехал ты так сразу так ощутил вау я уже здесь обычно ждем этого события да обычно ждем но эти два с половиной месяца уже считаю октябрь ноябрь уже заканчивается время пролетело очень незаметно ты то есть тут действительно живешь прям от выходных до выходных чтобы там прогуляться с друзьями где-нибудь погулять там время вместе провести потому что у тебя есть дневная учеба просто ну и до вечера учишься поэтому сильно не погуляешь не расслабишься там ничего вообще прям вау это ну именно ну китайский такой вот пейзаж прям вот это ну тут красиво вот в городе я учу здесь ну красиво потому что ну такой довольно европейского стиля город тут много высоток у нас например тут озера прямо на территории кампуса у нас три озера свои и погода какая там сейчас погода вот так ну сейчас ну например вот сегодня у нас ну 12 градусов 23-й день у нас играли у нас там у нас там хотя мы живём даже на севере это северный город это я очень дождей не прорвает вообще поголожен а ты чувствуешь что ты уже освоился и тебе комфорт Да, я чувствую, что я уже прямо здесь хожу. То есть я уже могу сделать все, что мне здесь нужно. Я уже как в России тут не составил проблем, что там я так сделаю. Ну, это один из показателей о том, что адаптация прошла, и тебе там комфортно и хорошо. Потому что когда мы понимаем, что... И не понимаем, что, ой, всего тут два месяца, да, а кажется, ты уже здесь давным-давно... У меня такое тоже есть осознание, когда я понимаю, что вот вроде бы всего там два года назад мы переехали, да, то есть был опыт у нас. Мне кажется, что я здесь уже вообще давным-давно живу, поэтому это хороший такой знак, что ты там прижился, и тебе хорошо. И проговорим, помимо вот нагрузки, где, понятно, времени мало на встрече с друзьями, все-таки какие еще есть возможности отдохнуть и восстановиться и зарядиться? Наверное, только прогулки с друзьями, я не знаю. Про спорт расскажи, возможности спорта ты продолжаешь заниматься? Да, я начал вот в ноябре, в середине, я начал на волейбол ходить снова. Ну, то есть я в Китае первую тренировку, например, я сходил две недели назад. В своем кампусе занимался тоже с иностранными. Там иностранцы, китайцы, там Малайзия, то есть монголы, то есть, ну, иностранцы, и китайцы. То есть тренировки проходят, но не такой уровень, например, как я играл в России, но чтобы регресса не было, поэтому нужно все равно ходить. По воскресеньям я езжу, вот на прошлом воскресенье езжал в новый кампус моего университета. Он там примерно 20 тысяч студентов учится в кампусе. Это очень огромный кампус. Вот если вот вы фотографию опубликовали, где я вот стою на фоне нового кампуса, это новый кампус, мы там были типа экскурсии, сами ездили, просто смотрели. У меня, например, в новом кампусе друг учится один. Он там на информатике учится. То есть в зависимости от специальности вас могут направить, либо вы останетесь здесь, например, бизнес, я останусь здесь, у меня есть друг, который учится на инжиниринге, если он поступит в этот пуст, то он поедет в новый кампус. Новый кампус находится на окраине города, вообще 30 километров от нашего кампуса. Мы находимся в самом центре Тензина вообще. Поэтому у нас здесь вообще все рядом. Вот хотелось еще спросить, какие направления есть, и ребята с какими мыслями, планами на будущее могут приехать и учиться? Если рассматривать программы, которые, ну, АФИП, где мы сейчас учимся, от СССР, потому что мы приехали, а здесь бизнес, я учусь на бизнесе, у меня есть друзья, которые учатся на инжиниринг направлении, и есть друзья, которые учатся на гуманитарных предметах. То есть вот три специальности – гуманитарные, инжиниринг и бизнес. Это вот другие специальности. А гуманитарные там какие специальности? Гуманитарных я даже сильно не знаю. Я знаю, что юриспруденция точно есть. Преподавание тоже, кажется, есть языков. Да, может быть, преподавание, но знаю, что точно есть и юриспруденция. И переводческая. И именно бизнес китайский специальность, почему-то называется бизнес китайский, специальность в моем университете, и она от гуманитарного направления. Не знаю, почему так. У меня специальности, если я буду поступать дальше, там это экономика, продажа, трейд, торговля, ну, в общем, логистика. Например, я подал на логистику в этот момент. Я сейчас учусь. Я сюда поступлю, я здесь буду на логистику учиться. Широкий спектр, в принципе, и все равно со знанием этого предмета как бы направление можно развиваться, да? Дальше. Ну, здорово. Я все-таки советую, как-нибудь отражать свою жизнь, давать советы. И свой такой дневник будет потом заглянуть. Можно, может, и делаем это делать. Вот. Возможно, с этого лута, например, будет уехать, потом, если поступишь на гранд, уехать в другие города, например, это Сянь, Дзянсу, Пекин, Шанхай, остаться в Тяньцине, Харбин. Ну, это вот такие храные города. По-моему, больше я не знаю, куда уехать. В общем, тоже довольно широкий спектр. Да-да-да. Когда закончишь, да? Да, вот. То есть, есть, рассказывают же вам, то есть, есть возможность после завершения вуза остаться и работать там. Есть? Остаться, да. Работать. Нет, никаких гарантий об этом. Я не думаю, что... Нет, не гарантий, возможности. Я не про гарантии, конечно же, говорю. Но вообще, возможности есть получить практику еще в Китае, поработать, например? Вообще, да. Возможность есть. Но у меня есть друзья, которые сейчас закончили, учиться, но они не могут здесь найти себе профессию. Работу, да? Не могут. Да-да. Есть друг, который уже десятый год в Китае. Он проходит третий бакалавр. То есть, возможность получить работу для иностранцев не так просто, да? В Китае именно. Да, совсем не так просто. Но сейчас есть возможность жить где угодно и работать на любую компанию, правильно? И тем более с такой специальностью. Это все можно и удаленно делать, да? Китай – это страна возможностей, чтобы, например, делать бизнес с Россией. Очень хороший бизнес с Россией можно делать, если ты знаешь китайский, русский. И если ты знаешь китайский, русский, тебе очень легко будет сделать бизнес с китайцами и вообще что-нибудь вообще из Китая отправлять в Россию и в России продавать. Это вообще нет проблем. Когда ребятам нужно задуматься о том, что и подать документы, чтобы учиться? Ну, лично я поступил уже в университет в ноябре. Ну, то есть я поступил в один... Я пошел в одиннадцатый класс. Я отучился там полтора месяца. И я поступил. Ну, пришел на конференцию, мне все об этом рассказали. Мы с родителями решили, что туда нужно в Китай. И окончательное зачисление было, я помню, кажется, в феврале, да? Да, да. Окончательное зачисление именно к небе отправили пригласительное письмо. Это, да, было уже... Вторая половина учебного года была. То есть если сейчас вы находитесь в одиннадцатом классе, ученики одиннадцатого класса, есть возможность и желание поступать именно на... Даже не в одиннадцатом классе. Это можно сделать и в десятом классе. Ты можешь просто себе грант вот этот на языковой год, ты можешь его просто забронировать. И просто учиться в десятый класс, в одиннадцатый класс, а потом только приехать через полтора года. Через два года. Но все равно же нужно этот год проучиться там, а потом приехать уже в ВОЗ как... Или как? Как забронировать? То есть забронировать, а учиться... Забронировать место, чтобы... Потому что места тоже ограничены. Если места закончатся, ты сюда уже не сможешь поступить. То есть только на... И места, и плюс стоимость можно еще, да, плюс стоимость можно зафиксировать, да, эту, да, потому что все меняется. Я, например, за учебу платил по курсу 11, сейчас курс доходит 15. Поэтому я бы в разы больше бы заплатил, если бы я, например, покупал бы сейчас. Ну и окончательная дата подачи где-то конец января, потому что в начале февраля уже подписываются все абсолютно документы. Вообще крайняя дата поступления на языковой год, это даже можно было сделать в июне. Дополнительно были места. Да, но я знаю. Но в июне можно было еще забронировать вот это место на языковой год. Ну, именно по наличию мест, да. Наверное, наверное, тогда. Ну, то есть еще есть последний вагон в июне, да? Вот. Ну, от года, я не знаю, кто едет туда, какая численность туда людей едет. Ну, скорее всего, в июне еще будет. Конечно. Я думаю, что где-нибудь весной еще мы встретимся с тобой еще. Дашь советы ребятам? Да. Плюс расскажешь нам о том, как твои результаты продвигаются, как прогресс. Еще какие, еще раз, советы, какие советы ребятам, поступающим и выбирающим свою будущую карьеру, свое будущее, свой будущий путь обучения. Ну, выбирай специальность по тому, как ты хочешь. Например, если ты хочешь в бизнесе, то просто иди в бизнес. Если хочешь, если тебе нравится строительство, инженерия, иди в ту специальность. Если ты хочешь учиться на юриста, иди в гуманитарное. Ну, это понятно, но главный совет для будущих студентов, я могу дать, что изучайте китайский намного заранее, чем приедете в Китай. вам будет намного проще здесь, чтобы не учить с нуля, вам будет проще это. И проще сдать экзамены и поступить на гранты. На хорошие гранты. Может быть, у кого-то есть вопросы, кто нас сейчас слушает, можете запросить, и я дам возможность. Здесь, по-моему, разрешение. Или можно просто включить микрофончик и задать вопросы. Сейчас будем завершать. Что у нас есть? Слушают ребята, которые, кстати, изучают китайский, пришли послушать. Сегодня. И, причем, ребята, школьники, вот, если есть вопросы, можете задать. Мы будем завершать. Сейчас смотрю. Есть вопросы? Не вижу здесь запросов. Нет вопросов. Сейчас есть. Я спрошу. Задам. Дала разрешение задавайте вопрос. Диана, у вас вопрос. Слышно? Да, да, слышно. Можно задать. Здравствуйте. Здравствуйте. Марк, добрый день. Хотела вас спросить. Вы поступили полностью бесплатно или частично покрытие гранты идет? Вот тут недопоняла. Я еще не... Ну, сейчас я учусь полностью на платное стою. Это и учеба. Ага. А, и учеба, и офисы. Это все полностью платное. Первый год. Ну, это именно СССР, откуда я поступал. Есть еще гранты, которые могут быть государственные, но в России очень плохо развито и плохо работает консульство именно КИЛДСК, которое может тебе дать грант. Государственный грант вуз. Да, поэтому ты не сможешь сюда приехать очень дешево. По итогам моих экзаменов я уже буду поступать на грант. То есть, как я дам экзамены, там я уже вот выбрал вузы, два основных вуза я вот сегодня выбрал, мне нужно сдать 85 баллов из 100. По итогам всех экзаменов, чтобы у меня было 85, чтобы я остался здесь на очень хороший грант и учился бесплатно и жил тоже бесплатно. А я уточнить хотела, вы вот рекомендовали заранее школьникам подавать, ну, забронировать себе учебу. Это в связи с чем? Чтобы только получить хорошее место, платное, или все-таки там есть какая-то бесплатная штука? Нет, бесплатного нет. Здесь вообще ничего. То есть, на языковой год сюда бесплатно никак не приедешь. Не на языковой год, если уже с китайским. Так, смотрите, вы можете приехать сюда уже с ИЧСКМ четвертым, пятым, уже сами приехать в УЗ поступать на китайский грант. Вы можете учиться, уже будете бесплатно и жить тоже, соответственно, бесплатно, тоже в зависимости от гранта, который вам дадут. Скорее всего, учеба будет точная, 100% покрытие. Общение я не знаю, но тоже есть варианты с того, что... Да, там... Да, есть разные варианты. Я в курсе, просто я подумала, что может у вас еще какая-то интересная программа есть с грантами. А, нет, нет, нет. Нет, ага, спасибо. Тоже у меня есть вообще в лучшем случае, если я сдам ИЧСК четвертый на Новый год или после Нового года, я просто постараюсь податься сам в Пиким или в Тензин, чтобы не зависеть от этих экзаменационных баллов. просто если я не сдам, если плохо сдам, то уеду, наверное, куда-нибудь в Дзянсу или в Сяй. То есть это уже такие... Ниже рейтинга города. Да, да, да. Это города ниже рейтинга. Не такие продвинутые, например, как Пикин, Кензин и то же самое. Да, да, да. А в Шанхай или в Гонконг там у вас есть? Да, в Гонконг нет, в Шанхай можно ехать. В Шанхай. А в Шанхай я, кстати, почему-то даже не думал. В Шанхай очень далеко, но когда-то в Шанхай я никогда больше на желание не был, чтобы доехать. А, понятно. Круглый город. Когда у вас каникулы? Каникулы в январе, 19 января. У меня 18 января экзамен, потом я полечу в Россию. 10 сентября у меня начинается опять учеба. Второе семество. Я думала в тур по Китаю. Нет, домой. Да, домой. Да, домой надо повидать родные края. Есть еще вопросы? Спасибо, Марк, за это время. За утренний кофе с тобой. Да. Мы тебе желаем, чтобы 85 плюс, минимум 85 и выше, чтобы грант был твой. Пусть грант будет твой. И успехов. И чтобы все сложилось. И мы на связи. Да, обязательно. Вам спасибо. И желаю будущим студентам, которые будут с Китой тоже хорошей учебы. Будем, будем предлагать им. И Китай тоже об этом не знают. Всем спасибо. Вопросы, если возникнут, можно писать. Да, можно. Я их передам Марку, если он не заметит, и он ответит на все вопросы. Всем хорошего-хорошего дня. Выходных впереди. Еще раз, Марк, спасибо. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»